здравствуйте дорогие студенты сегодня у нас тема называется основные понятия трехмерной графики сегодня мы с вами будем рассматривать вопросы как что такое трехмерная графика общие представления трехмерной графики основные понятия 3d графики переход двухмерной графики к трехмерной область использование 3d график и программное средство обработки трехмерных график виды трехмерных график создание программёте печени и так далее теперь перейдем на вопрос что такое трехмерная графика до что мы знаем о трехмерной графики например у нас трехмерная графика это раздел компьютерной графики, посвященной методам создания изображения или видео путем моделирования объемных объектов в трехмерном пространстве. Графическое изображение трехмерных объектов отличается тем, что включает построение, геометрические проекции трехмерной модели и сцены на плоскость с помощью специализированных программ. Это у нас, например, экран компьютера. Однако с созданием и внедрением 3D-дисплеев и 3D-принтера в трехмерной графике не обязательно включает в себя проецирование на плоскость. Трехмерная графика Насколько прочно вошла в нашу жизнь, что мы сталкиваемся с ней, порой даже не замечая ее, разглядывая на интерьер комнаты, на огромном рекламном щите янтарный блеск леющего пива в реальном ролике, наблюдая, как взрывается самолет в остросужительном боевике, например. Многие не догадываются, что перед ними нереальные съемки, а результат работы мастера трехмерной графики. Область применения трехмерной графики необычайно широко, от рекламы для киностудии до дизайна интерьера или до производства компьютерных игр. При создании рекламных, например, трехмерных график помогает предоставить, например, наиболее продвигаемый товар в наиболее выгодном свете, например, с ее помощью можно создавать иллюзии идеальных белых рубашек, кристально чистой минеральной воды, аппетитно разломленного шоколадного батончика, например, хорошо пенеющего, моющего средства. А, например, это у нас все делается с помощью трехмерной графики. В реальной жизни рекламируемый объект может иметь какие-нибудь недостатки, которые легко скрыт, используя в рекламе трехмерных двойников. Вы наверняка замечали, что после применения моющего средства посудой блестит гораздо более тускло, чем в рекламе. А волосы после использования шампуня не выглядят как красиво, как на экране телевизора. Причина этого проста. Слишком чистая посуда всегда лишь это, как оно делается с помощью 3D графики, компьютерным изображением. Такие тарелки, например, в реальности не существует блестящих, как в рекламе показывают. Это все делается с пользой трехмерной графики. Использование компьютерных технологий при проектировании и разработке дизайна интерьера, например, помогает увидеть вариант задолго до того, как обстановка будет воссоздана. Трехмерная графика у нас позволяет создавать трехмерные макеты различных объектов, например, кресла, диванов, стульев и так далее, повторяя их геометрическую форму и имитируя материал, например, из которого он создан. Чтобы получить полное представление о определенном объекте, необходимо осмотреть его со всех сторон, например, сбоку и так далее, с разных точек при различном освещении. Трехмерная графика позволяет создавать демонстрационный ролик, в котором будет запечатлена виртуальная прогулка по этажам будущего коттеджа, только начинающих строителей. Например, теперь будем рассматривать, например, скажем, что касается киноиндустрии. В этой отрасли компьютерная графика сегодня незаменима. Трудно поверить, что для одного из первых фирмов серии, например, «Звездные войны» цену падающего водопада создавали при помощи обыкновенной схоли, например, специально ехать, чтобы снимать настоящий водопад, это слишком дорого. А трехмерная графика тогда еще не было, да, например. Поэтому создали картины, решили обмануть зрителя, да, изображать водопад с помощью соли, да. Вместо воды они сыпали соль на черном фоне, а затем при помощи видеомонтажа совмещали отснятое видео реальных гор с водопадом, да. Из падающей соли сегодня, например, для создания подобных сцен не обязательно заказывать килограммы соли или там пойти в водопад и так далее. При помощи редактора трехмерной графики можно без труда смоделировать любой водопад, который зритель не отличит от настоящего, да. У нас теперь сейчас перейдем на виды трехмерной графики, да. Трехмерная графика у нас делится на три. Это у нас полигональная, фрактальная, аналитическая. Теперь это у нас первая полигональная, да. Это объект создается набором полигонов, да. Например, полигон это плоский многоугольник. Каждый из полигонов создается набором точек. Трехмерных объектов создается как массив или структура. Теперь сейчас я вам слайд открою, там вам тогда будет видно пример трехмерной графики, полигональной графики, да. Вот вы здесь видите изображение, которое относится к полигональной графике. Теперь у нас следующий. Была фрактальная графика. Это фракталь, это рисунок, который состоит из подобных между собой элементов. Например, треугольник серпинского снежинка Коха-дракон Хартера-Хайтуя множества Мандельборта, да. По строению фактального рисунка осуществляется по какому-то алгоритму или путем автоматической генерации изображений при помощи вычислений по конкретным формулам, да. Изменение значений в алгоритмах или коэффициентах в формулах приводит к модификации этих изображений. Главным преимуществом фрактальной графики есть то, что в файле фрактального изображения сохраняются только алгоритмы и формулы, да. Следующее у нас будет пример фрактальной графики, да. Это у нас пример фрактальной графики изображения. Это тоже относится к фрактальной графике. Теперь у нас следующее аналитическое. Аналитическое это вы видите, что у нас на экране изображено аналитическое графико, да. Теперь мы остановимся на вопрос программных средств обработки трехмерной графики, да. На рынке программных средств по обработке трехмерной графики для персонального компьютера лидирующие позиции заняли три пакета, да. Лучшие из качественных, они работают не самых мощных компьютеров, созданных на базе операционной системы Windows или там iOS. Это первая программа по созданию и обработке трехмерной графики для ПК. Это 3D Studio Max, да. С самого начала была создана для платформы Windows, да. Она является полупрофессиональным приложением, но его функции вполне достаточны, да, для получения более хороших трехмерных изображений, да. Главной особенностью пакета считается поддержка большого количества ускорителей для трехмерной графики, сильные световые эффекты, большое количество дополнений, созданных третьими фирмами, да. Программа не требовала к ресурсным системам, что позволяет ей работать на компьютерах даже слабой мощности, да. Но оно уступает конкурентам по функциям моделирования анимации. Вторая программа, которую мы будем рассматривать, это Softimage 3D. Вначале издавалась для базы, основанной на станции SGI, и только затем была построена под операционную систему Windows. Программа отличается богатыми возможностями моделирования, наличием большого количества регулярных специализированных параметров. Для программы создано множество дополнений, выпущенных другими фирмами, что привело к увеличению функций пакета. Но эта программа по сравнению с другими требует больших ресурсов и выглядит слишком тяжеловато. Третья программа, которую мы будем рассматривать, это считается наиболее новейшей с точки зрения интерфейсов. С возможностями эта программа называется Maya, да. Maya, разработанная слиянием известных компаний. Пакет выпущен сразу в нескольких вариациях для самых различных операционных систем. В их состав пошла и Windows, да. Инструмент Maya сведены в четыре группы, да. Анимация, моделирование, физическое моделирование, визуализация изображений и объектов, удобный, легко и настраиваемый интерфейс, создан в соответствии со всеми стандартами, требованиями. Сегодня Maya является самым распространенной программой среди других по созданию и обработке трехмерной графики для персонального компьютера. Данная программа не требует больших ресурсов и она наиболее удобна в работе. Мы с вами рассматривали три программы, которые программные средства обработки, да, трехмерной графики. И мы в лабораторных и практических работах мы с вами будем рассматривать программу 3D Studio Max, 3D Max. Теперь мы будем с вами продолжать лекцию «Этапы создания трехмерного пакета», да, понятия о трехмерном пространстве, этапы создания трехмерного пространства. Трехмерное, понятие трехмерное пространство, да, например, в типичных приложениях, 3D-приложениях, например, трехмерное пространство обозначается тремя координатами, да, x, y, z. При этом x-координаты обычно означают горизонтальные направления, да, а y-вертикальные, и z-координаты глубина, в которых в приложениях координаты y и z меняются местами. Очень важно понять, что определенная точка в трехмерном пространстве, например, вершина объекта имеет свое абсолютное приложение в трехмерном мире и привязана к определенным глобальным мировым координатам. Кроме того, эта же точка имеет и локальные координаты, которые определяются ее местоположение, да, относительно других частей объекта. Приведу такой пример. На вас надета высокая астроконечная шляпа, да, согласно глобальным мировым координатам, а именно y-координата, кончик этой шляпы является самой верхней точкой объекта. А в то же время локальная координата y также указывает на то, что кончик шляпы является вершиной этого объекта. Теперь представьте себе, что вы видите у нас, например, представьте, что вы висите вверх тормашками, да, теперь согласно глобальным мировым координатам, кончик шляпы является самой низкой точкой объекта, да, однако в локальной системе координат кончик, например, нашей шляпы по-прежнему является вершиной объекта, да. Локальная система координат позволит нам понять, что кончик шляпы является вершиной объекта, независимо от того, как вы вращаете этот объект в трехмерном пространстве. Это у нас координаты, да, например, x, y, z. Теперь создание. Для получения трехмерных изображений на плоске требуются следующие шаги, да, например, моделирование, создание трехмерных математических моделей сцены и объектов в ней, текстурные, да, назначение поверхности моделей растровых или процедурных текстур, освещение, установка и настройка источников света, да, анимация, приведение движения объектов, динамическая симуляция, да, автоматический расчет взаимодействия частиц твердых тел, мягких тел и тому подобное, да, смоделированные силами гравитации ветра, выталкивание и другое, а также струги друг с другом, да, рендеринг, визуализация, построение проекции в соответствии с выбранной физической моделью теперь следующий композитинг, компоновка, да, доработка изображения, вывод полученного изображения на устройстве вывода, дисплей или специальный принтер, создание моделирования, моделирование сцен, например, виртуальное пространство трехмерного моделирования, включая в себе несколько категорий объектов, это геометрия, материалы, источник света, виртуальные камеры, силы воздействия, дополнительные эффекты, задачи трехмерного моделирования это описать эти объекты и разместить их в сцене с помощью геометрических преобразований в соответствии с требованиями в будущем изображению. Вы сейчас на экране видите создание моделирования, схема проецирования сцен на экране компьютера, создание текстур, текстурирование. Текстурирование подразумевает проецирование растровых и процедурных текстур на поверхности трехмерного объекта в соответствии с картой UV-координат, где каждая вершина объекта ставится в соответствии определенная координата на двухмерном пространстве текстуры. Как правило, многофункциональные редакторы UV-координат входят в состав универсальных пакетов, трехмерные графики. Существуют также автономные и подключаемые редакторы от независимых разработчиков, например, Unfold D3, Deep UV и другое. Например, создание освещения заключается в создании, например, направлений и настройки виртуальных источников света. При этом в виртуальном мире источники света могут иметь негативную интенсивность, отбирая свет из зоны графических, например, отрицательное освещение. Как правило, пакет 3D-графики представляет следующие типы источников освещения. Point light, всенаправленный, конечный, прожект источник расходящего лучей, источник параллельных лучей, световой портал, изучающий свет из плоскости, источники света, моделирование по параметрам яркости свечения и в физическом измеряемых единицах с заданной температурой накала. Анимация. Одной из главных призванных трехмерной графики при введении движений – анимация трехмерной модели, либо имитация движения среди трехмерных объектов. Универсальные пакеты трехмерной графики обладают весьма богатыми возможностями по созданию анимации. Существуют также узкоспециализированные программы, созданные с губа для анимации, сугубо для анимации и обладающие очень ограниченными наборами инструментов моделирования. Это рендеринг. На этом этапе математическая пространственная модель превращается в плоскостную картину. Программное обеспечение я вам только вначале сказала три вида. Здесь на экране вы видите несколько программ, продуктов, программных обеспечений. Применение трехмерной графики. Трехмерный график активно применяется для создания изображений на плоскости экрана или листа печатной продукции науки, промышленности, например, в системах автоматизации проектных работ. Применение трехмерной графики я привела уже в несколько примеров, как в киноиндустрии, в нашем бытовом. Трехмерная графика обычно имеет дело с виртуальным воображаемым трехмерным пространством, которое отображается на плоскости трехмерных поверхностях, дисплеях или на листе бумаги. Теперь у нас сегодняшняя тема была основная и понятие трехмерной графики. На следующей теме мы будем еще рассматривать несколько обидов трехмерной графики. Сегодняшняя тема подошла к концу. Спасибо за внимание. До свидания.